Итак, углубляемся в тему. У нас в студии гость Николай Никифоров, руководитель агентства событий. Этот человек может организовать любое мероприятие и сделать из обычного дня настоящий праздник. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте! Итак, какие модные и главные тенденции в организации свадеб в 2018 году? Главная тенденция, и это вообще нам всех более нравится, это то, что сейчас свадьбы становятся более персонализированными. И вообще в основе свадьбы лежит история пары. Что если, например, пара познакомилась на прогулке на велосипедах, то на фото-зоне будет велосипед, или даже невеста с женихом могут приехать на регистрацию на велосипеде. О, это прикольно. Да, оригинально. Ну или, например, мото-свадьба, да, тоже, где жених и невеста прогулку делают не просто какой-то банальной, как уже сейчас принято по достопримечательностям, а это на настоящих байках, в косухах и, конечно, с проповедением такого... Это клево, это запомнится не только им, это запомнится и гостям. Конечно, особенно старшему поколению, да, которые на байках... Ну хотя нет, нет, я думаю, люди, родители тоже положительно относятся к разным идеям, к разным начинаниям. Если даже взять пример, у нас была 4 года назад джинсовая свадьба, тогда еще вообще тематические свадьбы входили в тренд, и очень-очень приятно отреагировали как и гости, так и старшее поколение на такую свадьбу, где невеста и жених были в джинсовых костюмах. Это их отличало точно от всех остальных молодоженов в этот день. В ЗАГСе они были просто сногсшибательны, на них смотрели абсолютно все и каждый, но и при этом на банкете им было удобно, не нужно было вот в огромном этом платье ходить весь вечер, а просто в красивой джинсовой юбке... Комфортно. Ну нет, ну как же, как же в невесте обойтись вот без этого? Ну мы еще сегодня поговорим об этом, мы еще поговорим. Николай, самое-самое необычное, ну понятно, что джинсы, байк, но это выбивается из общего ряда, да? Но тем не менее это встречается в обычной жизни. Нет, смотри, мы сейчас говорим, ты сейчас говоришь об одежде, да? А вот если брать тематические свадьбы вообще, да, темы свадьбы, вот сейчас же это тоже модно в тренде. Самое-самое-самое яркое. Задумывать какую-то основную тему, да, вот. Да, вообще, как я и говорил, что в основе лежит история, и поэтому у каждого жениха, у каждой невесты история, она своя, да? И здесь как раз тематику больше не навязывают какие-то тренды, что, например, если Гэсби, все начинают в Гэсби. Если это стиляги, все начинают в стилягах. То есть какая-то волна, такая она немножечко есть, и кто-то, например, если очень любил в свое время, когда был фильм стиляги, эту тематику, делали примерно в таком стиле. И гостей просили прямо в пригласительных одеваться согласно этому дресс-коду, и сами старались соответствовать этому образу. Платье подбиралось у невесты более стилизованное под это направление, но в основном весь стиль, он упирается сейчас в современной свадьбе в оформление зала. И если этот зал оформить ярко, интересно и тематически, можно даже особо не умудряться в одежде, и будет уже очень стильно, ярко, интересно. Та же самая встречная фотозона, на которой гости фотографируются в самом начале, оно задает вообще настроение, тон свадьбе. И если она будет той тематики, которой вы хотите, гости сразу с порога проникнутся. Ну и сейчас таким основным тоже трендом являются выездные регистрации. Здесь тоже можно похулиганить, потому что многие из выездных регистраций делаются символическими. То есть в начале в ЗАГСе они уже берут свои паспорта с подписями, а регистрацию делают настоящие артисты в красивом месте. В романтичном месте. Да. Или наоборот, не романтичном месте. Да, вот давайте про не романтичный. Романтичный, понятно. Романтичный, все привыкли. Наверное, в Казани на моей практике перед моими глазами была самая такая наиболее тематическая свадьба. Если не брать в расчет Алису в стране чудес, где также тема очень яркая, это самая такая, наверное, антиромантическая, да, это игра престолов, да, по тематике этой игры. Поэтому здесь как раз, конечно, тренд такой, что вроде бы тема сложная, вроде бы тема такая достаточно темная, но при этом если ее обыграть красиво в декоре, и в основном в декоре помогает работать именно свет. Если даже в абсолютно, вроде бы, простом помещении поставить свет, профессиональный свет, который поставят хорошие подрядчики, то и получится, что помещение заиграет новыми красками. А если даже сделать шикарный декор, но его правильно не подсветить, он будет абсолютно блеклый на фотографиях, ну а фотография тоже на всю жизнь. Да, фотография это самое главное, конечно же. Ну хотя нет, самое главное это процесс, да, но фотография, это тоже останется с нами. И память это, конечно же, на всю жизнь. Она останется навсегда, всем поколением, и если будут наши будущие поколения через 300, 400, 500 лет осматривать будущий, там, будущий поисковик и найдут фотографию 2017 года, скажут, что это происходит. Да, тогда были драконы, там мать драконов уходит, да. А образы жениха и невесты. Ну, понятно, что есть какие-то такие выбивающиеся истории, когда «Алиса в стране чудес», «Игра престолов» и так далее. Но, тем не менее, я думаю, все-таки большинство до сих пор за пиджаки и белые платья, да? Наверное, да. За традиционную классику все-таки. Главный тренд, вообще, вот мы часто проводим и опросы ВКонтакте, да, в группе, и действительно главный тренд по свадебным нарядам, это, конечно, белое подвенечное платье и темный костюм. Ну, здесь у женихов простор для творчества намного даже больше и шире, чем у невест, потому что костюм может быть белый, может быть черный, может быть коричневый, может быть синий. И здесь можно похулиганить с рубашкой, с жилеткой. Был, например, жених, который был в абсолютно пестром, ярком пиджаке, черно-оранжевого цвета с яркими пятнами и со страусинами перьями. Слушайте, ну, слушайте, родители... В чем же? Была невеста стесняющая, простите. Невеста достаточно была в простом, по сравнению, в простом. В простом. Родители невесты не сказали ей потом, доча, кого ты выбрала? Почему в страусиных перьях? Нет, нормально все отнеслись к этому? Судя по бюджету свадьбы, они сказали, девочка, ты сделала правильный выбор. Кстати, вот о бюджете, давайте о бюджете поговорим. Это вроде деликатная тема, но... Да, про бюджеты поговорим после рекламы. Сейчас посмотрим интересные рекламные ролики, после этого продолжим, оставайтесь на ТНВ. Продолжаем свадебный разговор. У нас в гостях руководитель ивента агентства Николай Никифоров, ну или агентства событий, как говорят. Да, и продолжим с интересного места, да, с деликатного такая. Все-таки вот то, что касается финансовых, скажем, финансовых затрат на такие вот мероприятия, ответственные в жизни. Сколько копить? Да. Да, как у нас любят говорить, кто платит. Да. Действительно, тенденция такова, что по меню, если говорить про последние там 6 лет, даже если вспомнить мою собственную свадьбу 6 лет назад, да, бюджет на еду был тогда для меня 2500 рублей. А сейчас немного... На одного человека. На одного человека, да. 2500 рублей на одного человека. То есть это средний был показатель по ресторанам города, если не брать в расчет банкетные залы и кафе, да, который ценник немножечко пониже. Сейчас примерно такая же тенденция сохраняется и по сей день. И львиную долю бюджета до сих пор это все равно съедают. Съедают, съедают. Ну, а остальное вообще, если в процентном соотношении говорить, то идеальный такой пирог свадебного дня это 30% на еду, 30% это шоу-программа и флористика, 20% это медиа, это воспоминания, то бишь это видеограф и фотограф, которые запечатлевают все это, что происходит. 10% это образ жениха и невесты, это те самые платья, это тот самый костюм, это аксессуары. И 10% это непредвиденные расходы и маленькие няшности, которые придают свадьбе изюминку. Это могут быть подарочки гостям, это могут быть какие-то интересные сюрпризы, это могут быть фуд, различные корды. И поэтому вот эти как раз 10% они позволяют что-то интересное, какую-то задумку воплотить. Ну вот представим среднестатистическая такая свадьба, человек на сколько? Ну 60, наверное, да, средняя цифра. 60 человек мы хотим не очень дорого и не очень дешево. Средняя цифра сколько? Ну знаете, если вообще вот подходить к среднему количеству гостей, да, мы тоже проводили такой опрос, и на самом деле всех больше свадеб, как раз сейчас тренд сохраняется камерности. То есть 40-50 человек. Да, а ведь кто-то бывает, что вообще даже совсем узким кругом молодоженого тоже сейчас... В числе, в количестве двух человек. Да, может быть совсем юный, я не знаю, кто-то не хочет просто действительно вот свадьбу широко устраивать, а в узком, можно сказать, семейном даже кругу. И знаете, свадьбы на двоих... Они свидетели, ну я не знаю, родители. Да, и свадьбы на двоих бывают, конечно. И свадьбы на двоих бывают с очень приличным бюджетом, где гости в составе родителей жениха и невесты приглашаются, например, куда-нибудь на... То есть не количество, а качество здесь, наверное, нужно. Здесь они уже приглашаются, например, на острова, например, это Мальдивы или это остров Крит, где проводится выездная церемония. Отсюда приглашается хороший фотограф, топовый фотограф, который стоит не менее 60 тысяч рублей по казанским меркам. Ну и плюс перелет туда-обратно и проживание на острове Крит. Да, а может быть в этом есть смысл? Потому что вот я слышала, что часто вообще свадьбы не отбиваются. Да, 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 смысл... Ну, гостей приглашают в надежде молодожены, что... Гости сколько должны дарить, чтобы все окупилось? Вот такой вопрос. Как минимум окупилось, как минимум окупилось. Хороший вопрос, да. Вы знаете, вот за много лет уже работы мы увидели такую очень классную формулу, что идеальная свадьба равна средней машине, среднему автомобилю семьи. То есть, если, например, папа ездит на Лексусе за 3 миллиона, а дочка ездит пока на стареньком РАВ-4, то средний бюджет свадьбы 1,5 миллиона. Вот эта формула, она почему-то работает абсолютно всегда. И поэтому, если вообще прогнозировать будущий бюджет, надо посмотреть на свой автомобиль. Заложить его. И папа остался без Лексуса. Посмотреть на обиду, сколько этот автомобиль стоит, и после этого вы сразу будете знать бюджет своей свадьбы. Исходя уже из этого бюджета, можно продумывать тот или иной ход этого события. Ну а как мы рекомендуем гостям какую-то сумму вкладывать в конверт? Вот сейчас вообще какая-то такая, знаете, в вейне, что если идешь один на свадьбу, то это хотя бы в конверте должно быть минимум 3 тысячи рублей. Если вдвоем, это минимум 5. Но опять-таки все зависит от формата. Если вы идете на свадьбу в шикарный ресторан, где, например, ценник минимально, чтобы покушать, 5 тысяч рублей, я думаю, будет таким дурным тоном оставить 2 тысячи рублей в конверте, да? Поэтому здесь все зависит, конечно, еще от самих гостей, кто был приглашен. Но, как правило, если мы когда обратную связь получаем от молодоженов, так говорим, окупилось. Правда? Да, часто, часто, действительно, по, так сказать, сбору подарков получается примерно то, что банкет окупается всегда точно. А вот уже все остальные, например, как платье, прическа, здесь уже больше, наверное, это... Папин Лексус. Папин Лексус помогает. Ну что поделать, что поделать. Спасибо большое. На этой хорошей ноте мы закончим. Что, во-первых, свадьба окупается. Теперь мы знаем, да. Окупается. А во-вторых, как свадьбу проводить. Любовь царила в семье. Николай, удачи вам. Спасибо. У вас грядущий сезон, да, вот уже скоро-скоро начнется свадьба. Он уже практически начинается. Сил вам побольше. Спасибо. Хорошо поработать.